Семья 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 — это одна из важнейших ценностей в жизни человека. Мы все так или иначе связаны с семьёй. Она стала естественной частью нашей жизни. Семейным ценностям и традициям посвящён наш сегодняшний разговор. У нас в гостях настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора, отец Андрей. Здравствуйте. Добрый день, дорогие братья и сёстры. Здравствуйте. У нас встреча в этом году проходит в таком формате, дистанционном. Надеемся, что следующая встреча будет совершенно вживую, общение с читателями, с нашими. Ну а пока, к сожалению, так. Сегодня поговорим о ценностях семейных, о традициях семейных православий. И вот первый вопрос хотелось бы вам задать такой. Если мы говорим о семейных ценностях, что православная церковь подразумевает под этим термом, под этой фразой? Ну, знаете, мы как верующие люди, очень православная церковь, это верующие люди, для нас семья – это базовая ценность. Семья – это богоустановленный союз между мужчиной и женщиной. Это семья, которая зародилась до зарождения культуры, государства. Мы на первых страницах Библии читаем о том, что Господь после сотворения Адама говорит, «Нехорошо быть человеком одному». И когда Адам находится во сне, он из ребра, ребро – слово, которое по-русски может быть как «игрань», он творит ему помощницей, Еву, его жену. Поэтому с точки зрения верующего человека, именно в семье человек может обрести целостность. Ева, она как альтер-эго, это как бы как другое «я» одного человека. И семья – это возможность для человека ощутить полноту жизни в год. Он как бы без внесемейных отношений, это тоже есть особый путь, монашественный путь. Но именно семья – это естественный путь по замыслу Бога обретения счастья. Поэтому для верующего человека сама семья прежде всего является ценностью. Потому что мы живем в мире, где эта ценность девальвируется. Если мы возьмем отношение к семейным ценностям, в семье, сейчас в России и даже несколько лет назад, десятилетия назад, мы видим деградацию. Я беру статистику, количество разводов, побоктов, измен. Это просто целый вал. И все это разъедает семейные устои. Все это направлено против семьи. И семья, как здесь, в отношении, в том смысле, что это ячейка общества, как говорят, и в социальном отношении наберется такой критический потенциал, когда и общество может рухнуть. Потому что когда рухнет семья, рухнет все. И, к сожалению, сейчас мы наблюдаем. Но почему это говорят? Люди отходят от Бога. Когда вы, вот меня спрашивали, я верующий человек, я понимаю, что есть закон Божий. Не просто закон государства. Мы живем в России, и мы каждый день принимаем те или иные законы. И они могут в плане семейном, разные законы приниматься. Вот, например, сейчас стоит вопрос о юринальной институте. Много вопросов есть за, против, но закон это важно. Когда верующий человек о чем-то думает, он думает о Божьем законе, что Бог сказал. Вот как Бог говорит? У меня могут разные взгляды на политические, экономические, про какие угодно. Но я думаю, а как Бог говорит о семье? Вот Бог говорит так. Он говорит, что Бог сочетал человек на мир изучения. Что семья – это ценность. Поэтому, я говорю о православной ценности. Я прежде всего хочу сказать, что сама семья, как институт, как богоустановленный институт, она сама по себе является ценностью, максимальной ценностью в жизни человека. Что, на Ваш взгляд, самое главное в семье, внутри семьи? Ну, вот, знаете, хочется сказать одним словом – любовь. Это учение? Но это не то, что в нашем языке, к сожалению, в это вкладывают самые разные смыслы. Ну, я имею в виду, вот, знаете, на том же греческом человек говорит многое, но философии. Я – любитель мотоц, или филологии, или слово, или есть разная дружба, как агапа. Это тоже любовь. Или эрос – эротическое чувство. Это, конечно, 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 но, к сожалению, любовь вызывает подчас самое противоположное. Но когда мы говорим все-таки о любви семейной, мы говорим о любви христианской. Она особенная любовь, понимаете? Когда мы говорим, что семья – это малая церковь, она создана по образу Христа, и церковь, и муж, и жена. Раз это малая церковь, а эти люди не только любят друг друга, они любят Бога. И они стараются в своей жизни исполнить Божьи заповеди. И христианская любовь, она жертвенна. Вот Христос сказал, больше той любви никто не имеет, кто душу свою положит за друг друга. То есть, если родитель любит ребенка, а ребенку нужна срочно почка для того, чтобы он остался жив, то родитель – да, я его люблю. И мера моей любви – это мера моей жертвы, которую я могу принести за того, кого я люблю. Поэтому это важно, важно христианская любовь, важно единство, важно целостность, верность, взаимопонимание, уважение, все вот эти, они максимально нужны в семье. Это всем нужно учиться. Как? Вы знаете… Вот все, что вы вычислили, это очень такие фундаментальные сложные понятия. Вы знаете как, вот очень важно, что нужно понимать. У всех у нас есть свое «я», и всем нам очень трудно. Мы во многом эгоисты. Мы… Почему сейчас проблема основной брака? Что человек воспринимает… Знаете, как в образовании сейчас много образований, как услуги. Мы не образовываем человека, не стараемся воспитать ему знания, образование, воспитать его как образ Божий, создать целостную картину мира, а мы даем ему образовательные услуги. Мы научим его читать. Вот услугу такую вы получили, вот пожалуйста. И очень печально сейчас от семьи человека такое ощущение, что мы должны всех услуживать ему. Ну, большая гордыня, большое самомнение, нежелание смиряться. А семья – это самый естественный способ, ну, понять, кто ты. Потому что когда человек далеко от тебя, ну, вы пообщались да возошлись, а семья предполагает общение постоянное, и ты должен где-то, где-то смиряться, где-то бороться с собой, с собой. Я хочу так, но передо мной Личность, у нее своя воля, свои взгляды на жизнь могут быть и по разным вопросам. И насколько я смогу во славу Божию, во славу, это потому что это труд во славу Божию, если я стараюсь смиряться, я стараюсь понимать человека. Это не значит потакать, потому что часто я могу потакать, ну, человек выпивает, ну, пусть выпивает. Или он что-то там делает, ну, пусть делает. Да, я буду, в кавычках, сменее. Это совсем не то. Но, но, вот, стараться достичь вот этого двуединства. Вот знаете, когда происходит Таинство Венчание, там есть такая молитва, венчаются двое вплоть в единое. То есть, как бы, в одну природу. Вот два человека, а они, как бы, становятся одни по природе. Понимаете, вот как у человека есть душевная природа, телесная природа, но это моя природа. И если у меня болит нога, я не буду радоваться, а рука не будет радоваться, что это нога, или голова. Ну, я радуюсь, ну, пускай себе болит. Я един, так и семья. Это, как бы, единство. Если плохо тебе, плохо мне, ты радуешься, я радуюсь. Понимают ли это люди, которые венчаются? Ну, разные люди. Кто-то понимает, кто-то не понимает. А вот, на ваш взгляд, последние годы венчание чаще? Ну, оно может происходить чаще, но часто, оказывается, человек воспринимает венчание, как только внешне, на время. Да. Ну, сказали, вроде бы, неплохо. И, действительно, если люди верующие, это таинство, в котором дается благодать Божия. Вот вы сказали, как вот эти фундаментальные ценности, как стараться, как стараться, ну, к ним идти. Человек верующий, он молится, он просит у Бога. Я не могу, Господи. Я не могу, я раздражительный, я там еще какой-то, я нетерпеливый. Я говорю, Господи, ты мне помоги, ты дай мне силы. Понимаете, у нас такое есть, понимаете, Господь не на мельнице будет. Если даже хочет, ты понимаешь, что ты не прав, что ты не смог с собой совладать, что ты был эмоционально заведен, ты был в таком страстном состоянии, не смог разрешить ситуацию, как должно быть. И потом это понимаешь, ты молишься, Господи, ты в этом первое каешься, то есть я приношу покаяние, потому что тем самым я не Бога оскорбляю, Господи, я каюсь, я прошу прощения у своей супруги, у супруги. И я прошу помощи, у Бога дать мне силы справиться с этим, чтобы в следующий раз у меня были силы, чтобы Господь мне помог. Это очень важный момент. Потому что, ну, хорошо, да, а человек говорит, ну, вот я такой, и что мне делать? Вот я такой, какой я есть. Ну, нет, это гордыня? Да, и как. Что это? Ну, раз ты такой, ты работаешь с собой. Такие хотят люди не хотят. Естественно, человеку легче посидеть, легче полежать. Легче вообще ничего не делать. Понимаете? Не отнашивать себя никакими вопросами? Никакими. И сейчас, к сожалению, вот в такой ловушке, вроде вот этот прогресс, он нас загоняет, когда человеку многое становится доступно и легко того, чего раньше не было. Перемещаться на большое расстояние, переслать информацию. Мы сейчас можем посмотреть, что делается в любой точке мира, если есть интернет, если есть связь. То есть мир очень-очень-очень сильно меняется. И человек привыкает, что, ну, все должно быть легко. Взял, нажал на кнопочку, вот что-то включилось. Нажал на кнопочку, кофе приехало. Не надо идти в библиотеку, идти, искать книги. Ни в чего нажал. Зашел на сайт Мечуковской ЦБС, задал вопрос. Ну, если так, это хорошо, когда есть вопрос, есть желание. Но понимаете, и потом человек расслабляется, трудится, он привыкает. Что все продается легко, что, а, мне нравится, как я нашел услуги. Ну, мне нравится, и, ради бога, я найду другого человека. Вот тоже, через, что мне нравится, так, рост, вес, что еще там нравится. Что мне еще надо. Что мне еще надо. Вот все. Ну, не понравился, ради бога, завтра я в интернете найду. Ну, понимаете, но это и мир уходит в эту виртуальность, но это жизнь, это судьбы людей, это отношения. И очень важно, эти отношения переходят в вечность. Почему такое отношение правило? Эти отношения переходят в вечность. Мы верующие люди понимаем, что эта часть жизни, она земная, но она с ней, она не последняя. Жизнь будет продолжаться. И если ты с человеком жил, то твои отношения уходят в вечность. И как не сохранить это? Вы заговорили об образовании, об услугах. Раньше был такой предмет в школах, этика и психология и семейная жизнь. Как вы думаете, его сейчас имеет ли смысл возвращать, если да, то в каком немножко конъекте, что-то, понимаете, вообще нужно было? Нет, ну, знаете, мне трудно говорить о таких педагогических вещах, но, конечно, человеку взрослому, конечно, жить вместе, это... Естественно, конечно, какие-то базовые ценности, но вот у нас был, у нас есть предмет основы православной культуры, но, по-моему, это классы, которые дети совсем еще не готовы. Ну, в чайную школу. Да, и, конечно, хорошо, когда люди уже, когда для них эти вопросы, вопросы по вопросу становятся острым, когда человек уже задумывается о том, как строить жизнь, вопросы семейные, как продолжать на свою жизнь, тогда, конечно, человеку надо сказать, понимаете, чтобы он не ошибся, ведь эти за эти ошибки ему придется расплачиваться. Сейчас говорят, ну, ты поживи там, не понравился, ушел, как поживи? Или, ну, почему такое количество в нашей стране огромное количество работ? Ну, мы просто пожили, мы не хотели, ну, так случилось, так сложилось, так случилось. Но это не просто травма психологическая, телесная, которая может привести к многим последствиям, но только и духовная. Потому что за важный, за серьезный грех Господь накажет, Он покажет тебе, что ты не прав, ты был не прав, что это была жизнь, ты убил жизнь. Но люди этого не знают, почему об этом важно, говорят, люди просто об этом не знают. А, это так, да? А нам наоборот в классе могут сказать, вы наоборот, вы уже взрослые, вам наоборот надо как-то жить, выкрасывать свою энергию. Понимаете, вот у Алексея Ильича Осипова, профессора, богатство, есть очень хороший образ, каждому дается как бы, ну такой, ну кубок, бокал любви, не раскрескать его до скружества, пронести его, остаться чистым, целомудренным. И Господь за все это восстанет. Твоя жизнь потом, она тебе покажет, потому что у тебя сейчас нет опыта, ты думаешь, доделай, какие последствия? А, но есть духовный закон, есть физический закон, и люди не поймают, у них нет опыта, но они это увидят, в своей жизни. И как будет печально расплачиваться за все это? Потому что это через страдания. И очень важно понимать, не только через страдания человека самого, он скажет, ну хорошо, это моя жизнь, я расплачусь, я расплачиваюсь, но будет расплачиваться близкий с тобой. За твою жизнь до брака, ты будешь жить в браке, но расплачиваться твоя семья. Это механизм действия греха, не только ты отвечаешь, но завязан, чем ближе человек к тебе, он также отвечает за тебя, за твои грехи. И хотя мать наркоманка рожает человека, он не виноват, он младенец невинный, но он рождается, а ему уже надо делать иконкурт наркотический, потому что пока мама носила этого ребеночка, ему требуется находить. И как трудно ему вырасти, человеку не наркоману. Разве он виноват? Нет, он виноват. Но он расплачивается за эти грехи. Поэтому это максимально варшу человека поднимало. И знаете, у нас просто сейчас бывает любая добрая идея, она так воплощается в жизнь, что придется обратно везет. Но вот если бы как-то вот в этом это необходимейший предмет. Необходимейший. Это что касается нашей жизни, нашего счастья, нашей реализации. Понимаете? Мы учим всего, всему, но получается, кроме самого важного. А как? А научить быть... Помните, там, Горько я забыл, где в рассказах твоих цыган, что они могут... А ты научи человеку быть счастливым. Ты много читал, помните, как он запрет, ты много читал на всяких наук, университетах, а самую главную-то науку ты знаешь? А ты хочешь научить мне быть счастливым? Потому что только твои знания, что? И как ты эти знания будешь вовлечать в жизни? Может, эти знания многие не полезны? Поэтому это важнейший момент. И если у нас был такой механизм, такой механизм доводить до любви, это важно, это очень важно, это жизнь, это твоя жизнь, жизнь твоих близких, жизнь твоих детей, жизнь поколений, то, что ты заглавляешь не только тебя, а что дальше? Через одно, а через два, а через три. Это тоже зависит от тебя. Это максимально важная вещь. Если вы говорите о поколении, когда-то был написан домострой, памятник литературный и прочее, прочее. Вот сейчас о нем что можно сказать? Актуален, нужен, вообще как относиться? Ну, знаете, ко всему, во-первых, надо относиться разумно. Это документ своей эпохи. И, конечно, многие вещи, которые там описаны, основные прикладные вещи, они могут показаться и неуместными в нашем мире. Тем не менее, основные идеи демонструют, что семья, мы как раз, мы малая церковь, мы оба верующие, мы живем вместе ради Христа, мы основную цель полагаем спасения души, спасения семьи своей, эти мысли, они всегда будут актуальны. Потому что домострой хорошо будет переработать, так богословски, языком 21 века, и языком, и учитывая те или иные моменты, в которых мы живем, учитывая информационные и так дальше, и так дальше. Хорошо будет сложить, потому что это как руководство, это руководство битвы. Ты хочешь, вот, считай, воплощай в жизнь, и тебе будет благо. Понимаете? Это очень важно, иметь какие-то ориентиры, потому что, если Бога нет, то все дозволено. Понимаете? Домострой все-таки строился исключительно из того, что это так хочет Бога. Какие методы исполнения воли Божьей, это вопрос, но мы строим свою жизнь своей семьи на начало Божье. Сейчас, как хорошо, если бы у нас мы об этом и в семье это помним, и в своей жизни семейно реализовываем. Вот что происходит с современной семьей, и вот на Ваш взгляд, как противостоять, если она, ну, разнование каких-то границ, или что-то разнование? Ну, семьи разные, что происходит. С разными семьями по-разному все происходит, как у того же посола. Да, если я там начинаю... Сейчас говорю. Да, да, по-своему. Но то, что тенденции, вот я о них уже говорил, если мы просто посмотрим, это удивительно, что разводится примерно столько же, сколько регистрируется. Да, да. Это удивительная статистика, количество вот этих облоков, о которых мы говорим, количество изменений, я даже говорил человеком, но как-то вырос в том смысле, ну, я жил тут как всегда, есть семья, есть любовница. Ой. Да, я говорю, а что у всех этих любовниц? Ну, из тех, кого я знаю, человек достает, а не какой-то, знаете, такой, человек социально заниженный, там, ответственность, ну, нет, нормальный человек, понимаете? И, конечно, это, это утручает, это утручает. Ну, его, очевидно, Что нет? Его, очевидно, не утручает. Ну, вы знаете, жизнь покажет, жизнь научит. Все это, знаете, есть Господь, как всевидящее око, ты можешь прятаться, но даже твоё духовное настроение, душевное настроение, оно будет помрачено. Если ты нарушаешь одно из центральных заповедей, это одно из центральных, ну, добродетели, семейных верностей, верностей, как опять, у нас в библиотеке столько много реминесценции в сторону литературы. Я другому отдана, я буду верным, и мы дана, понимаете? Когда он скажет, он же любит, они же любят друг друга, но они принят шаг. Принят шаг, и они исполняют все, я помню, это очень-очень-очень. Очень-очень. Поэтому, ну, не хотелось бы, знаете, вот как есть у нас притча о блудном сыне, когда человек сам на своем опыте, вот, хочешь, ну, иногда человеку, ну, что ты говоришь, ему не делай, не делай, он должен прорвать через свой опыт. К сожалению, он будет печальный. И он будет страдать, и самый главный совет будет политический пунктур. Вот что печальный. Я говорю. Какие советы, может, напутственные слова отдать можете людям, которые собираются выступать в праке, в начале своего жения? Ой, хорошо помолиться. Так? Хорошо помолиться. Подумать? Подумать. Все должно разумно. Да, раньше же тоже был такой институт знакомства. Знаете, сейчас у нас проходит обручение и венчание, это сразу танец, когда одно следует за другим. Раньше нет. Обрученные, как раз они назывались женихом и невестой. И до венчания проходило какое-то время. Но перед обществом все, они были обручены, у них были обязательства друг по-другу. И через какое-то время они встречались. Много странения разъяснились. Конечно. Они общались с семьей, все смотрели. Конечно, ты хочешь понять, в какую семью ты входишь или вводишь свою супругу, в какую семью. начнем познакомиться. Скажем, не будет это сверх определяющим. Бывают разные. Вообще семья не же тайна. Господь может покрыть. Если ты готов, ты готов увидеться, ты готов молиться. Понимаете? Поэтому, конечно, познакомься, посмотри, подумай, если ты верующий человек, особенно комфортно, мне тоже комфортно, насколько спасительно будет жить тебе человеком, который не разделяет твои принципиально важные для тебя обрушения. Насколько ты так можешь жить? Понимаете? И посмотреть. И, конечно, важнейшее средство это жить в чистоте, постараться до брака сохранять целом внутри. Это важнейшая вещь. Конечно, это все, чем ты пожертвуешь, Господь за все тебе поставит брак. Поэтому это очень важная вещь. За чистоте, целомудри подойти к браку, с молитвами, разумно, вымаливай. Вот я знаю, в Москве есть такая икона, чудотворная, с исканием погибших Божьей Матери. есть такая московская традиция молиться перед этим образом о даровании супруга и супруге. Понимаете, когда человек мог просить, почему сейчас вы с ним говорили так много разу. Человек был в состоянии влюблен, я назвал это любовь, но это была влюбленность. Это особое состояние, можно сказать, как средство инстинкта продолжения работы. И я ааа, но потом от влюбленности уходит. И человек ой, а я как-то раньше не замечал, что вот и так, и так, и она какие-то там книжки все читательные, наоборот, вообще ничего не читает. И она как-то что-то подметает особо ничего, и за собой особо не следит. Мне она было так сказалось такое прекрасное, а потом я смотрю как-то что-то отгоняйте, много, много, много вопросов. А человек молится, Дай мне такую супругу, с которой бы мы могли пройти весь жизненный путь. Вот там замечательно дается чаша общая, вина, которую они делят вместе. Все, что нам Господь даст на этом жизненном пути, мы пройдем вместе. Мы спьем эту чашу до дна вместе ради Христа, ради друг друга, ради любви к Христу. Поэтому дай Бог, чтобы брак реализовался как воплощение любви. Как человек нашел себя, как целостное существо, цель в своей жизни. Вот он, промышл, с этим человеком был благодарен. Это очень важно. Спасибо Вам большое. Беседа была интересная, познавательная. И какие-то моменты прям хочется запомнить. Вам спасибо. Спасибо большое. Я думаю, следующая наша встреча все-таки будет вживую с читателями общения. И будут вопросы. Дай Бог. И все наши физиологические моменты уже исчезнут, останутся. Спасибо. 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 Спасибо.